Шалом друзья, с вами как всегда я Майор, меня на ютубе не было аж целые две недели, но в этом ничего страшного нету, потому что я все это время был на других платформах, если что ссылка на них есть в описании по данным видеороликам. Ну а сегодня я вам покажу практически все вещи к катаклизму 2022 года. Если что, в конце я покажу цельный баннер, картиночку с абсолютно всеми вещами, и вы будете на самом деле по итогу в тотальнейшем шоке, сколько вообще на самом деле к этому катаклизму вещей. Смотрите, сразу же говорю, я там всякие фоны, аватарки, там вот эти значки и так далее, показать не буду, покажу все самое основное. Например, рюкзак, просто смотрите, вот таким вот образом он выглядит, то есть синенький, потом мы ждем несколько секунд, секунды 3-4-5, и смотрите, он таким вот образом, таким бешеным эффектом перекрашивается в такой красный горящий рюкзак. Вы понимаете, что это просто вещи нового поколения, это чисто вещи нового поколения, и практически все вещи к катаклизму сделаны таким образом. Далее смотрите, самая основная стенка к катаклизму, я думаю она будет выдаваться в пополнении, и тут бы я хотел вам рассказать поподробнее. Как вы знаете, Горя начала развивать сейчас у нас стенки с эффектами, и тут самый жесткий эффект, который я в принципе хоть где-то в играх видел, потому что ни в стендоффе, ни в пабге, ни в ньюстейте я такого не видел, ни в фортнайте вроде бы даже такого нету. Смотрите, стенка также синим стоит, переливается, и потом так вот резко-дерзко перекрашивается. Вы хоть где-то такой же видели, ну хоть где-то, это же в натуре вещи нового поколения. Но тут также идет такая граната, и она конечно разочаровала, потому что я думал она будет меняться каждый бросок, но нет, она просто переливается цветами, красным и синим, но тем не менее выглядит так же топово. Но это еще не все, это только начало, давайте я вам сейчас покажу следующий инкубатор, насколько я понимаю для всех серверов. Честно говоря, я не уверен то, что он к катаклизму, но тем не менее, так более-менее он как-то в эту всю фауну вписывается, и что бы вам его не показать. Во-первых, такой красненький, со статой плюс 2 урона, плюс дальность и минус презрядочка, я думаю он будет самым дорогим. Так вот, такой фиолетовый, со статой плюс 2 бронебойности, плюс дальность и минус презрядка. Кстати, эффекты максимально такие странные, то есть такая дымка и черная, непонятная, в натуре эффекты тоже прикольно конечно не сделали, но я вас наверное разочарую, тут они таким образом цвета не меняют. Но будут еще скины, которые меняют цвета на оружие, так что смотрите до конца. Ну и далее уже тут ребята подешевле, такие скинчики идут, в принципе это по визуалу видно. Бирюзовый наверное аук, со статой плюс 2 дальности, плюс карастрельности и минус магазин. Конечно, очень непривлекательно выглядит, ну и такой цыганский, золотой со статой, плюс 2 точности, плюс урон, минус скорость. Статистики прямо самые дешманские. Напишите в комментарии ребята, какой скин из данного инкубатора вы бы себе забрали? Вот по внешке я бы себе 100% забрал фиолетовый. Ну а по статистике, помните я вам где-то парочку видосов назад говорил, то что у аугу невероятно сильно нужна точность. И как бы честно, пушка такая как аук, мне сейчас вообще не нужна, ну просто ее разработчики чисто убили. Так что чтобы хоть как-то компенсировать, я считаю нужно брать золотой скинчик. Ну камон, можно же взять другую пушку, у которой нет таких недостатков, и уже усилять скорострельность и ту же самую бронебойность. Так что аук ребят, реально я вам не советую данный выбивать, хоть они красивенькие, но тем не менее. Далее, как и обещал, оружейные скины. Первый такой вот Томпсон. И смотрите, тут происходит абсолютно, абсолютно то же самое. И моя голова все равно не может вообще это осознавать. Как такое Горена придумала, как они до этого догадались, я просто не представляю. Смотрите, вот из такого кокона, так скажем, вываливается этот скинчик, потом мы опять ждем секунд 5, и он меняется в такой вот ледяной с такими молниями. Это ревата просто шок, это чисто в натуре шок. И касаемо статистики, если кому-то интересно, у него плюс дебронебойности, плюс скорострельность и минус магазин. То есть статы тоже неплохие, я думаю он выйдет примерно числа 21, а кто не в курсе, главный день событий у нас 25 июня. Я думаю он выйдет в каком-то таком джекпотике с жетончиками, которые нужно обменивать. И чтоб вы понимали, в таком же жестком оформлении будет катана, но об этом чуть позже. Теперь давайте перейдем к лутбоксику, я надеюсь Горена с таким заигрывать в натуре не будет. Я надеюсь, что хотя бы там на полгодика они что-то похожее выкатывать не будут, и это будет эксклюзивная фишка к катаклизму. Потому что такого, еще раз говорю, не видел нигде, выглядит в натуре заживенно. Но есть еще один нюанс, это конечно же главные сеты, и их опять очень-очень много к катаклизму, к каждой стихии. Начнем мы с сет такого золотого, кстати говоря, у данного сетика есть анимация прибытия, ее также покажу тебе попозже. Ну такой в принципе сетик, ничем обычно не выделяется, как будто бы такая анимешная немножечко причесочка. Также вроде бы плаща нет особо, ну как бы есть такой немножечко намек, но это не плащ, за это уже горели конечно же и респект. Потом у нас идет такой женский сет, такой бирюзовый, я думаю идеально подойдет к этому аугу из инкубатора. И к сожалению, ну или к счастью, я не знаю как для кого, в этом катаклизме, как и в предыдущем, будет только один женский сет, такой бирюзовенький. Башка просто зашибенная, эта прическа, она в натуре смотрится имбово. Но единственный минус, что она жирная, то есть если вы там сидите, где-то прячетесь за заборчиком, она будет сильно палиться. А так топово сделали. Также плаща нету, за это респект. Штанишки конечно особо, думаю, сочетаться не будут, как и ботиночки, но вкупе так смотрится в натуре жестко. А еще я в комментариях иногда вижу то, что люди пишут, дескать мои настройки не летят. Но давайте я вам объясню одну простую вещь на одном простом и наглядном примере. Смотрите, человек у меня купил настройки и пишет, дескать у него настройка не летит. Я вам подмечаю то, что нужно посмотреть обучалочку. И если что, обучалка выдается каждому покупателю, и даже если у вас таких проблем не будет, вы все равно ее сможете посмотреть и вычеркнуть что-то из нее полезное. И так вот, я ему указываю то, что братишка, пожалуйста, посмотри данную обучалочку. И он сознается то, что даже данную обучалочку не смотрел, посмотрел ее, понял в чем его ошибка, и пишет то, что у него бомба вылетит. Человек просто посмотрел обучалку и все у него стало топово лететь. И в натуре такое происходит в 90, мне кажется, 9% случаев, то, что люди просто делают что-то неграмотно и нужно познакомиться с обучалочкой. Естественно, у вас все будет идеально лететь. Настройки вы можете приобрести по ссылке в описании, всего лишь за 25 рублей или же всего лишь за 150 тенге. Ну а сейчас давайте вернемся к катаклизму, потому что это еще тонна, реально в натуре килотонна, мне кажется, скинов. Во-первых, это новый дигл, но, к сожалению, он не переливается, потому что этот скин не легендарный, то есть он без эффектов. И, к сожалению, очередной скин на дигл, как раз таки без эффектов и всего лишь-то с двумя плюсами. Это у нас плюс дальность и плюс точность и минус магазин. Но, тем не менее, я думаю, как-то его можно будет получить вообще на языкатке, скорее всего, как дополнительный приз в башне. И типа просто так случайно его получить, я думаю, вообще максимально приятно. И чтоб вы понимали, в такой же тематике, в таком же оформлении Горена сделала еще и кулаки. И это, ну чисто революция, я в натуре, мне кажется, уже в 10 раз данный видеоролик это говорю. Но просто смотрите, то есть у вас красные такие вот кулаки с таким вот рисунком, там, я не знаю, или что такое происходит. Такие вот бешеные эффекты на полэкрана, да? И потом вы ударяете, и они изменяются, изменяют свой цвет, опять же, либо же на голубой такой вот ледяной, либо же на огненный. То есть это просто 10 из 10. Скорее всего, конечно, по традиции, кулачки катаклизма у нас будут в рулетке в лето. Я думаю, помните, что у нас химерические кулаки в предыдущем катаклизме были, как раз таки в этой рулеточке. И я их выбил, блин, за 3000 алмазов, ну это вообще как бы не солидно, если честно. И, конечно же, у нас будут еще два таких главных сета, и давайте мы перейдем к фиолетовому. Кстати говоря, его выдали уже одному дружочку Артемке, так что можете заценить прямо в игре. Ну, конечно, если он его наденет. Волосы, такие странные, многим фастерам они нравятся, слышал, но лично мне как-то не особо. Уже такой конкретный, конкретный намек на плащ, как бы вроде бы еще не особо плащ, но как бы плащом уже капец как веет. И поэтому, я думаю, мне данный сетик вообще не зайдет, как бы так сказать, изначально. И такая шуба типа летом непонятная, честно говоря, зачем. Так что такой вот сетик, можете написать его оценку от 1 до 10 в комментариях. И есть еще одна деталь. У меня буквально парочку день на сад появилась новая услуга. Это индивидуальная настройка оттяжки под вас. То есть, если у вас какие-то там капитальные проблемы, вы совсем не понимаете, в чем у вас проблема. Не можете данную проблему исправить, я могу вам помочь. То есть, вы мне отправите видеоролик, как вы играете. Я подмечу на ваши ошибки, как их исправить расскажу. Также, если нужно будет, мы зайдем в дискорд. Там я вам все конкретно продемонстрирую, объясню, в чем ваша ошибка. Также, если у вас будут проблемы с вашими настройками, с которыми вы играете, я вам специально под то, как вы играете, выдам индивидуальные настройки под вас. И, соответственно, таким вот образом вы добьетесь идеального результата. И такой вот идеальный и стопроцентный результат вы можете получить всего лишь за 250 рублей. Ссылочка также в описании под данным видеороликом. И давайте я вам также максимально быстро эту по сходу покажу все эмоции катаклизма. Во-первых, такая вот первая эмоция с Фолиантом. Фолиант, есть еще такая новая книжка, ребята. Потом вот еще одна такая эмоция, где он таким вот образом ложится. Также так вот опасно, ну типа ложится, да. Потом такая вот эмоция из мифического костюма. Она как бы, так сказать, жесткая самая, да. Как будто бы, ну, честно говоря, мне не особо зашло. И такая вот типа энергетика. Максимально такая вот угарная эмоция. И также у нас еще есть анимация прибытия. Вот такая вот анимация прибытия, но она не особо жесткая, потому что у нас еще есть одна анимация прибытия. Из как раз таки вот этого наборчика желтого. И она уже максимально такая жесткая, максимально солидная. В натуре, мне кажется, самая жесткая анимация прибытия на данный момент. Ну и наконец-то мы уже дошли до мифического набора. Если что, к этому событию будет мифический набор. Он выйдет, ну практически на 100% уверен, что в башне, то есть 25 июня, его можно будет получить слив очень-очень много алмазиков. И тут будет первая такая во фрифаре вещь, как анимация превращения. То есть таким вот образом он также будет менять цвета. Площадья тоже по традиции, за это респект. Конечно же, тут есть 4 раскрасочки. И собственно говоря, ну в натуре против мифических наборов я по-любому ничего иметь особо не могу. Потому что, как вы понимаете, Горен когда выкатывает мифические наборчики, они как бы развивают скины. То есть не просто сливают там что-то олдовское, либо же не просто увеличивают количество лохотронов и так далее. А они именно развивают какую-то вещь, за которую ты уже платишь деньги. Так что за это в любом случае, если бы даже этот костюм был парашей, респект. А он выглядит более-менее цивильно. Конечно как бы так себе, ну типа кроссовочки мощные, там я не знаю, башка мощная. Торс в некоторых цветах также выглядит адекватно. Ну короче говоря, на любителя. Ну и катана, которую я вам обещал в самом начале видеоролика, также у вас прямо сейчас перед глазами. И она также меняет цвета чисто по кругу каждые 3 секунды. Ну конечно эффекты прям вообще максимально какие-то опасные. Мне кажется, вас в каточке будет видно за километр. Но тем не менее, я думаю с каким-нибудь опасненьким сетиком катаклизма, будет смотреться так же резво, так же опасно. И как также обещал в самом начале видеоролика, показываю вам на одной картиночке сразу же все вещи к данному катаклизму. И то есть тут их аж 36 штук. Понимаете, 36 штук специальных таких вот вещей, специально проработанных, с такой вот жесткой анимацией, еще большая часть из них. Ну за это в натуре горение, респект. Напишите ваши оценки вещей в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok